и всем привет ребят своем старой кистью записываю новый ролик сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике как вы знаете у нас последний день можно так сказать перед выходными вышло новое замечательное обновление посвященное изменению баланса продуктов а именно жиги и фреза сжига я уже записал видеоролик который возможно вы уже видели может не видели если не то перейдите посмотрите на канале он имеется но сегодня пришел черед записать видеоролик с фризом были у меня планы записать все это дело с вас по фризом с шоковой заморозочкой в штурме но я решил немножечко поэкспериментировать попробовать что-то другое и сегодня затестируем викинга фреза с адреналином и с устройством ой с устройством говорю и с дроном бустер почему адреналин почему не какое-то другое условие устройство почему не например пробитие почему не шоковая заморозка почему не коррозийная смесь из всех этих устройств я считаю что по дамагу самая жесткая должна быть коррозийная ой коррозийная говорю должен быть адреналин но и токсичная смесь конечно тоже довольно таки интересное устройство но в связи с тем что она является можно так сказать донатным и выпадает только с контейнеров либо за танкойны соответственно мы сегодня посмотрим на викинга фреза с адреналином я считаю что это устройство должно наносить урона больше чем коррозийная смесь ну и соответственно больше чем шоковая заморозка но если вам фриз будет интересен вы захотите чтобы я затестил и другие устройства с этой пушкой то по этому поводу просто в комментариях к видосу напишите если таких комментариев будет много если желание у вас будет то я все это дело конечно же за тестирую и про посмотрим вообще насколько это будет жестко нагибать или нет что касаемо режимов я думаю что сегодня мы сыграем контроль точек и захват флага все-таки викинга фреза можно реализовать в ctf очки на практически любой карте которая будет небольшая или средняя до на больших картах понятное дело что с ближнебойной пушкой особо многого вы не сделаете ну и контроль точек это наверное самый дефолтный режим в котором можно рассмотреть подобное вооружение и убедиться в том нагибает она или нет сразу могу сказать что если сравнивать жигу и фреза то жига будет сильнее у фреза баллона меньше соответственно вы можете убивать намного меньше танков непрерывно да то есть здесь баллон закончился и все у вас как бы габелочка вы уже особо много не сумеете накидать а если не сумеете много накидать соответственно ничего хорошего у вас в этом плане не выйдет но посмотрим посмотрим будет интересно вообще сколько киллов я дам например в этой катке если получится дать все где-то около 30 40 будет неплохо карта шикарная критических уронов должно быть много крит как и на жиге три раза больше поэтому будет интересно почекать нагибает не нагибает если нагибает то насколько жестко нагибает артем очка против запекался будет мне тут сейчас наверное кошмарить по жесткому ну посмотрим что у нас в этом плане получится против есть уже фриз вернее резист от фреза 50 процентный но вы видите как хотя нет если честно не очень жестко хоре жига меня сносит оказывается фриз тоже может не кисло дамажить при том что у меня хп мало с адреналином там урончик сразу когда мало хп очень очень прикольненький если забрать еще сейчас эту аптечку сверху было вообще шикарно я магнум все-таки респит 8 киллов уже есть неплохо 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 пробуем давать как можно больше и посмотрим до скольки мы сможем вместе с вами дотянуться если здесь до какой сороковочки дотянуть будет уже неплохо если на проблема это в том где я буду использовать overdrive викинга да то есть его реализация с викингом резинация фреза с викингом но очень спорный на то есть overdrive по сути особо никакого большого плюса вам не даст если он не даст вам особо большого плюса то и как бы смысла использования этого корпуса не туда можно использовать например тот же hunter или crusader викинг просто более как бы удобный корпус но что касаемо его overdrive то он не такой жесткий да не такой прям сверх актуальный для матчмейкинга на данный период времени поэтому здесь у меня лично есть какие-то определенные вопросы и здесь можно подумать что же лучше брать ну пока вроде по киллам идет неплохо поэтому стараемся смотрим ну и матчмейкинги как бы да я использую викинг из-за того что большинство игроков все-таки придерживается того что викинг лучше чем какой-то там условный хантер и они его не покупают хотя я с этим если честно особо не соглашусь так попробуем прожать overdrive у меня рейс пит очень быстро видите здесь как-то но тяжеловато тяжеловато реализовать даже с бустером с дополнительным как бы дыма чем очень быстро мне прилетает в харви все на и ничего я уже сделать не могу с этим замечательным викингов резочком ну а так по демаджу конечно не кисло башни приваривается очень классно сам корпус не сильно морозится молочек сразу карту ливает принципе наверное даже не удивительно попробуем поиграть чуть больше от респа получится по дамаже здесь то будет неплохо если не получится ну до 30 килов точно должен я набивать в принципе с таких катках это наверно дефолтный результат ну и ну и стараться надо выигрывать конечно же эту каточку без победки в таких боях не так много крестуликов вы зафармите а если не так много зафармите то и по итогу это будет шляпа усатая так ну неплохой дэмэдж неплохой дэмэдж но этого мало этого мало я уверен что на том же парке можно было бы на дамажить больше но сам фриз как бы неплохо вроде как все показывает вроде неплохо пока что по крайней мере неплохо по урону дает очень хорошо с бустером так вообще залетает шикарно так и победочка у нас приближается это очень хорошо это очень хорошо и к слову да в чем плюс игры в моем случае на викинге у меня или есть не знаю есть или нету на антаре иммунитет от пробития но здесь с викингом видите с иммунитетом от пробития более-менее комфортно до против того же например харька хотя критический урон у нее уже большой имеется но пока у тёмочки например в этом бою сильно жестко по килам не пошло до принципе неплохо наверное да купали пятнарик на двадцатка но но не прям жестко да может просто не самый удачный бой не самый удачный противника 13 спали как-то так так но мы пока ведем это хорошо это очень хорошо нравится выигрывать эту катку надеюсь что это гаусс ними на это не мигаус . захватывать я наверное надо захватывать это можно проиграть можно проиграть тут бой захватывать баллон мало баллона конечно мало урон хороший баллона мало поэтому здесь если сравнивать с жигой то жига себя конечно показывает покрасивее поприятней пожёстче так по урончику хорошо 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 сюда просто двоих надул еще и третьего мог бы надуть если партём очка мне в спину не начал надамаживать так ну катку мы похоже проиграли на пока . конечно проблемки проблем очки ну надо им чуть 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 надуем и чуть под надуем артёмку корпус конечно не морозится башни морозится неплохо но вот корпус корпусом проблем очки проблем очки корпус едет хорошо теперь против фриза намажет хорошо намажет хорошо мне понравится он робот напишем артем очки gg 28 килов у него 23 довольно таки неплохой результат для подобного обоечка чувствуется изменение фреза в лучшую сторону это сто процентов да если раньше на фрезе вообще там на пятнашку наверное давал то теперь уже ближе к 30 килом это довольно неплохой результат ну и по ctf у нас выпадает прям та карта которую я честно говоря хотел видеть сегодняшнем видеоролике это год 2042 вот я перед тем как начинать записывать этот видос прям для себя и думал что ctf очка если будет год 2042 будет прям шикарно играем как на старом дефолт нам викинга фрезе то помните раньше играл на фрезах на жигах на викингах да на твинсе том же вот так же самое сегодня попробуем сыграть в этом бою и потаскать выиграть катку в этом бою да и по итогу посмотреть сколько мы еще килов сможем наколотить раньше конечно мы играли не с бустером на такой комбинации на защитники к слову можно будет наверное даже его одеть что здесь может быть и от бустера особая реализация не нужно будет все таки это ctf очка да наверное сейчас переоделась это ддшка особо сильно не пригодится так а вот защитничек меня может подцепить в каких-то определенных ситуациях поэтому давайте берем его ну и стараемся выигрывать работаем на увозе к там против на ребята с одного клана она будет сейчас потеть стараться не давать мне выиграть эту каточку мамонт с увер драйвом вообще оси ну нас верно старается мяч покнуть он играет на ловкаче ой это очень жесткая комбинация сейчас он может вообще увезти если честно они его слили нормально что слили это хорошо но нам надо увозить он надо увозить если мы сейчас не увезем то потом потом будет очень тяжело а о тиммейт уже увез пока это ерундой занимался он уже увез флаг хорошо везем следующий тогда мамонта надеюсь там отреспит если мамонта отреспит то он будет шанс на увозик здесь века твинс надо шпиво чпокнули меня принимают очень плотно очень плотно принимают а я вот уже два или три захода сделал такие но увоз ну не получилось ничего зарубить так а там молодой на мамонте походу вес до успеет его чпок начнет не успеет его чпокнуть рис так здесь минт пробуем я нажимаю дашку сриспает очень плохо отмена многовато если честно уже здесь становится пробуем сейчас набавить от типов на прыжки не сила сливает пока не очень пока не очень если честно кала . складывается для меня лично cp было все намного проще ну пусть и бустер и конечно я буду сильно дашку сриспажать не привык непривычно перестроиться резко окна надо где-то еще реализовать викинга вернул сдувает прям шикарно сдуваешь шикарно викинговый где-то не думать но это тут ее даем его сразу слить 1 2 3 критический урон вообще не вылетел ни одного крита не вылетела за такой долгий задув странно странно я не знаю где здесь лучше зайти на через центр попробуем пробуем через центр пробую через центр или ты чувствуется раньше так не чувствовались криты об хорош давай 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 молодец он еще мины там стала как раз вердрайв не взялся так миночки все сгорели не шанс на увоз и шанс на увоз защитничек меня чуть-чуть по цели ой как корпус то сбивается то ужас за этого самого от с рикошетика с плазма фокингом ну ладно пока плотно молодые стараются дефить наш тиммейт там они не увозят а вот я могу уже увести хорош подбор через центр и делаем работу делаем работу здесь меняем траекторию чисто через прыжочек по-быстрому и доставочку второго шикарно есть доставка и можно попробовать ввести еще один наш тиммейт уже на подборе работает его вы прикрыть викинг овер не прожал но крит всовывает по 1600 крит очень плотно очень плотно очень больно так же как и жижечка единственное знаете что можно наверное можно будет менять жигу с фризом при наличии резистов то есть если например джиги будет очень большое количество резов например в катке там будет 78 то фриз как альтернатива я думаю что зайдет я думаю что его можно будет использовать но если без резистов сравнивать жигу и фреза тоже бы конечно чувствует себя поинтересней по крайней мере с жига зажигательной смесью и вот фриз с адреналином да если сравнивать эти две комбинации то жига себя показывает по интереснее ну и с викингом я честно говоря насчет овердрайва я не знаю да то есть фризом как-то реализация овердрайва очень тухлая если был бы старый овердрайв который давал фулу расход кумину и аптечку с ним было наверное даже получше чем с фризом о с викингом который дает вот такой вот овердрайв я не знаю просто как его грамотно реализовать с ним там максимум 2 килодаж а копится он очень долго следственно очень большое количество лично у меня вопросов по его реализации так века twins без аптечки 47 секунд времени в принципе достаточно для увоза флага если я это буду делать например через левый фланг наш тиммейту тоже залетает если он вот просто подберет и вниз спустится было бы шикарно но он не смог этого сделать попробуем через верх увести есть очень хорошая траектория плюс у меня есть овердрайв даже вот здесь вот поеду шикарная траектория чтоб там снизу не попасться не нарваться ни на кого здесь объезжаем и доставляем за 10 секунд до конца шикарно ну и теперь уже конечно же стоит прожать овердрайв что больше я его уже нигде точно не заюзаю но дефолтно наверное дефолтно всех тех противников которые были рядом со мной у меня получалось уничтожать соответственно принципе свою функцию фриз выполняет раньше с ним довольно тяжело было довольно тяжело если жига еще находилась в хорошем балансе то фриз такого результата определенно не показывал и повторюсь если сравнивать обычное устройство не считая токсичную смесь которая дает пробитие то адреналин лучше чем любое другое устройство даже то устройство которое дает урон и не морозит она хуже поверьте мне даже если вы с этим не согласны то можете проверить и убедитесь том что я буду прав так против кризис я в очередной раз прожимаю прожимая дашку вместо того чтобы поражать dd потом броню потому что я на защитничке и к слову защитник мне кажется на века фризе показывать себя будет лучше показывать себя будет лучше бустер бустер такое себе здесь если уж вы хотите чуть дольше пожить то защитник себя будет реализовывать по грамотному молодые люди тут спрашивают стрим ли у меня думают что я стрим веду а я всего лишь записываю в иди о ролик замечательным интересным вооружением так пробуем сейчас заехать через левую фланг пробуем попробуем по уничтожать противничка так улика что-то как-то вообще не морозился корпус увидели я уморожу ему вообще пофиг он не морозится так лак сервера тут происходит от молодой человек на подлога единственная проблема защитник это что вот например у меня дашки сейчас нету и она на когда 30 секундам это конечно габбел очень долго так в принципе неплохо за две минуты шестерочку свою накинул постараться дать если но дашка дроповая например решает очень много на такой комбине постараться где-нибудь засейвится и лу например у противника сейчас он будет овер прожимать по дефолт плану очень близко и сблизился с абонентом надо было и чуть по-другому сыграть и чуть по-другому сыграть ладно попробуй сейчас через респ и там уже на дэм оч красивый поработать давайте тоже наверно овердрайва прожмем по что я не знаю где их реализовывать овер лучший момент я наверное не найду для реализации как же красиво смотрится кислотный фриз мне очень нравится лопный фриз прям идеально смотрится так 11 киллов 11 киллов в нашей катке 7 у второго 11 неплохой результат так гаусс надеюсь без отключения расходки было включением расходки а ничего страшного сейчас расходка будет теку и не забрал 1 молодого все равно унес полторашка скрита очень хороший урончик с маму твердай будет опять проживать и прожил тогда неплохо тогда накидываем поводим сейчас еще одного ламанта но уничтожаем века фриз прожимает овердрайв хоппер проживает овер тоже на меня 3 минутки до конца три минуточки до конца времени вполне достаточно чтобы дать здесь ну еще не знаю сколько и киллов и ловки of kill of 10 можно это до 25 для такой катки для большой это будет хороший результат но я думаю что нам надо еще один бой сыграть на какой-нибудь маленькой карте вот по типу как мы сыграли плато цп сыграть вот какую-нибудь такую еще каточку небольшую и проверить можно ли там дать больше например 30 больше 30 можно будет накидать то это будет прям очень хороший результат так тут очень много противников рядом находится пробуем сдувать неплохо защитник совет защитник совет чувствуется что совет так на 10 киллов мы впереди победа близко 21 у меня но может даже до тридцатки дотяну есть еще один овердрайв у меня на викинги накопится может и до тридцатки дотяну может и до тридцатки будет возможность доехать так гаусс это неприятно если честно гауссик неприятненький так давайте попробуем дико переколер проживает хорошо 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 овердрайв так овердрайв ничего страшного пробуем все равно оттуда же через тоже фланг заехать дэшки дроповой нет к сожалению лап дроповой дэшка был вообще шикарно но и я нет так пробуем работать вот здесь вот здесь ой-ой-ой как больно как больно мне сейчас гаусс дал очень больно прилетела ну и через тот фланг наверно для меня уже дорога закрыта целая минута есть через тот фланг если этого гауса не солью то там вообще бесшансовая есть овердрайв на центре пробуем подобрать его и и и и и и и каким-нибудь образом накидать дэмаджу накидать дэмаджу накидаем будет неплохо буду неплохо вот история шикарно сюда его сюда накидки сразу добавки добавочки 27 уже хорошо хорошо очень хорошо и если до 30 дотяну то будет вообще шикарная карта мне еще кого-нибудь кильнуть 1 2 1 2 и будет вообще шикарно 10 сек а мама теперь цернаю мамонт опять супер драйву и кори к залить нет успевая не успеваю получаю почти пять тысяч двадцать семь киллов очень хороший результат для такого боя очень хороший результат и я ну наверно таки хотел бы еще одну к точку сыграть но в принципе и так у нас уже достаточно количество боев было сыграно результат примерно понятен я могу сказать одно этот фриз теперь полноценно конкурентоспособный не та пушка которую было глупо использовать раньше теперь эта пушка наносит очень приличное количество дамага и является альтернативной пушки жиги да то есть от жиги большое количество резистов можно смело брать фриз как вы видели например на платошки артемка играл на хоре жиги я играл на вика фризе и вика фриз я сумел показать по килом даже лучше но там по большей части наверное не это зарешало зарешал то что у меня было больше хп и его получалось быстрее уничтожать атаку режима тоже себя очень хорошо показывает в видосики на канале вы это тоже сможете все это дело увидеть поэтому друзья если вам понравился видос обязательно поддерживайте лайком подписывайтесь на канал еще вдруг не подписан нажимайте на колокольчик дабы не пропускать новые видеоролики ну и конечно же пишите что вы думаете по поводу этого вооружения этого сочетания и вообще фриза в целом тестили его не тестили понравился не понравился нагибает не нагибает ну и если хотите чтобы вышел у нас еще обзорчик с фризом то какое бы устройство вы бы хотели бы еще бы рассмотреть у меня друзья на этом все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока